Чуткий Эренбург уже осенью 1953-го пишет повесть про начало конца заморозков. Название даст имя наступающей эпохе – Оттепель. Но даже Оттепель не восстановит евреев в политических правах. 40 лет назад они вместе с русскими были сооснователями советской власти. А с 1957 года, после изгнания с Кремлевского Олимпа ветерана Кагановича, еврей уже никогда не войдет в руководство страны. Даже дети фанатичных старых большевиков-евреев не могут занимать посты в ЦК и правительстве, быть офицерами в армии, госбезопасности, милиции. Это у правоохранителей второе советское еврейское поколение все чаще под подозрением. Пока из-за хозяйственных преступлений. Чья – это тень, для которой все земные ценности соединились в унылом слове «деньги»? Откуда вы берете эти деньги? Официальный курс доллара к рублю остался назначенным сталинским приказом, заниженным в несколько раз. И при хрущевском расширении контактов с Западом в Москве расцвел черный валютный рынок. В июне 61-го года Московский городской суд рассмотрел дело крупных спекулянтов валюты. Его за правилой оказался еврей. Главарь шайки Ян Рокотов. Подпольный долларовый миллионер конца 50-х годов. А для рядовых граждан, которые американских денег в глаза не видели, устраивают выставку изъятых у Рокотова долларов, возбуждая гнев трудящихся. Рокотовым им подобным рыцарям наживы и невдомек, что их деятельность всемерно поощряется империалистическими разведками, проводящими экономическую диверсию против СССР. Дело Рокотова тянется два года. Проходит денежная реформа 1961-го, и от нее на десятилетия официальный курс доллара 90 копеек. А реальный с рук 3 рубля. Ну вот как тут не быть черному рынку? 15 июня 1961-го года судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда. Сначала Рокотову и его подельникам дали по 8 лет. Максимум за нарушение правил валютного обмена, который тогда монополия государства. Хрущев возмущен. За такие приговоры самих судей сажать надо. Закон ужесточают. Зачем-то такой человек вообще существует на советской земле. Для вреда. Валютчикам дают по 15 лет, но Хрущев не унимается. Советская власть. Как она смотрит на вопросы защиты людей? В ход идут требования рабочих коллективов. Потому что мы люди, и нам даны человеческие чувства, мы умеем смеяться и недоумевать. Мы умеем презирать и выносить приговоры. В закон вводят смертную казнь и неслыханное применение обратной силы. Рокотова с компаньонами расстреливают. Без евреев уже не будет гигантской, разветвленной советской теневой экономики. Вскоре прогремит новое расстрельное дело. Казнят короля подпольного трикотажа Илью Гальперина и его сообщников Бориса Ройфмана и Шая Шанкермана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова